Всем привет! Не так давно у нас были на обзоре три различных модели электрических мопедов и скутеров от Edea. То есть вот была вот эта модель, это Edea Sumai, такой мопед. И было два скутера, один из них называется M6 и второй называется DT3. Сегодня проведем вот такой небольшой тест-драйв, просто для того, чтобы проверить, как этот мопед Sumai едет в горку. То есть насколько у него большой крутящий момент. Есть ли запас какой-то крутящего момента. Потому что бывают разные ситуации. Например, у нас в этом году приходили такие образцы, как, если вы помните, где-то это было, наверное, в августе, образцы электрических мопедов на таких больших крупных колесах от квадроцикла. Там был мопед 500 ватт и 2 киловатта. И, соответственно, у них, ну то есть колеса такие же, как, например, у Safari, у мотоциклов Scout Safari. Но там запаса крутящего момента было немного. То есть, например, в крутую горку они уже не могли, вот понятно, что 500 ваттный мопед был детским, но 2 киловаттный мопед он не мог заехать даже вот в такую достаточно, не очень даже крутую горку, да. Или, например, с места преодолеть какое-то препятствие подъем, да, небольшое. То есть просто там заехать на ящик какой-нибудь, на Европодон, он уже для него было проблематично, потому что крутящий момент был относительно небольшой. Здесь мы тоже вот проверим, какой здесь крутящий момент. Ну и проверять буду я, то есть вес у меня достаточно большой, 130 килограмм, и мы заедем в две такие горки. Одна из них будет затяжная, а вторая будет просто с более крутым углом подъема. Ну и посмотрим, как, соответственно, этот мопед заедет. Давайте начнем. Здесь переходим в положение, в положение, когда он готов к поездке. Нужно выбрать, наверное, здесь вот режим эко, мы выберем режим спорт, где скорость побольше. Ну и, наверное, можно ехать. Напомню, что мощность мотора здесь 600 ватт, что как бы немного. Батареи здесь графеновые, то есть они не литий-ионные. И их 5, то есть суммарная емкость батарей 60 вольт, 23 ампер часа. Подвесочка здесь есть. Кстати, даже вот по такой очень неровной дороге эта подвеска едет очень неплохо. Для такого бюджетного мопеда. Как ни странно, пока он справляется с этим подъемом очень неплохо. То есть вот можно увидеть, что скорость-то относительно небольшая. Нагрузка на него, на этот мопед на подъеме, очень немаленькая. Потому что 130 килограмм это как два достаточно упитанных китайца или два с половиной, наверное, не очень упитанных. Но, по сути, вот мы доехали до вершинки этого подъема. Этот мопед справился с этой задачей. А вот и горочка покруче. Сейчас мы с ними спустимся и попробуем подняться. Попробуем подняться. Попробуем подняться. ну что как и нам опять все таки не для крутых подъемов то есть рекомендуемый рекомендуемый градус здесь угол въезда надо сказать не более 20 то есть вот такой затяжной подъемчик как первый раз он еще поднялся но более крутой при весе конечно еще пользователя в 130 килограмм он уже не может подняться